МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Настрой нас боевой, победный. Мы готовы выкладываться на максимум. И новогодние каникулы для нас закончились быстро. Да, нарезать салаты, селедку под шубой, посмотреть обращение президента. Выпили символический бокал шампанского, чтобы желание загадать, и пошли спать. Он с первого числа был выполнен на выходной, но он попадал под расписание. Поэтому 31-го мы отработали день, сходили в тренажерный зал, подготовились к игре. Поэтому мы готовы полностью. У Белгорода всегда были с Ургутом такие зрелищные игры. Может быть, из-за непростых отношений. Но мы ждем тяжелую схватку, такую борьбу, потому что Ургут никогда не отдаёт игры просто. Они сопротивляются, играют с каждой командой цепко. И мы готовы к такой игре, готовы к тому, что матч продлится долго, что будут длинные розыгрыши и максимально заряжены на борьбу. Впечатления самые яркие. Арена очень, очень большая. То есть непривычно, конечно, после чуть меньше залов, особенно после космоса. Завтра, я думаю, будет хороший матч. Две команды хотят выигрывать, и будет борьба. Сегодня нам ни в коем случае нельзя было проигрывать. И у меня игра началась с того, что я, конечно, не дождался сегодня Вадика Хамутске, который обычно перед игрой приходит, и обнимаемся мы с ним. Он желает нам удачи. К сожалению, больше такого не будет. Так что мы пока вот под этим грузом находимся. Ушел действительно светлый человек. Что касается игры, ну, нам, естественно, необходимо было оттолкнуться от того, чтобы мы на девятом месте, нам это не подходит, это место. Очень удачно сыграли первый темп. И в нападении, и на блоке. Это одна из лучших их игр, наших двоих центральных. Сургут хорошо принимал, и удивительно, что все-таки меньше ошибся. Там на три ошибки меньше. То есть у нас еще пока такой чистоты и филигранности пока мы еще не достигли. В целом результатом доволен, а по игре можно добавлять и добавлять. Ну, мы знали, что Дима у нас отличается от многих пасующих вот своей фантазией. Я ему тоже где-то хочу обозначить красные линии, но вы, как нападающие, как игроки, должны отзываться на все его передачи. Но в отличие от того, что некоторые шероховатости были, ну, сегодня же три феноменальных передачи. Ну, просто три-четыре. Вы у других связок такое видели? Конечно, нет. Поэтому надо к нему привыкать, надо ему дать свободу действий и надо его немножко регулировать. Но это делается на установке перед игрой в зависимости от соперника. Последние игры показали, что мы добавляем на пайпы. То есть у нас еще потенциал есть, поэтому я думаю, что зрителям, может быть, даже на традиционный такой, как бы, рациональный волейбол может быть не особо интересно приходить. Так что мы еще такое выкрутим, что ли. Не получилось, прежде всего, организовать игру свою в атаке где-то после негативного приема. Мне не удалось где-то в защите свои моменты отработать, довести до атаки и забить, соответственно, мячик. Ну, и хороший блок Белогория могу отметить на сегодняшний день. Очень много своего собственного брака. Они справились с приемом подачи. В соответствии нас переиграли на блоке команда хозяев. Очень качественно, очень хорошая реализация собственных контратак у них была. Мы полностью провалили игру. В принципе, сегодня все, что сказал нам тренер, выполняли установку. Это работало и дало такой результат. Чуть-чуть задушили подачей, отодвинули соперника от сетки. Ну, да, это дало нам, наверное, какое-то преимущество. Сургут не показал то, на что они способны в полном объеме. Да, ну, плюс мы играли дома, на своей площадке, при своих зрителях. Это давало нам как бы дополнительную, да, скажем так, энергию. Нам важно было после Нового года, да, одержать эту победу. Всю игру готовили, чтобы он один эйс подал в конце. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok